всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему кмс wordpress урок номер 9 в прошлом уроке мы с вами говорили про оптимизацию и про оптимизацию изображений чтобы изображение не были тяжелые потому что это важно первое что нагружает наш сайт дает вес это тяжелые картинки а тот способ которого который вам показал как оптимизировать изображение он хорош но я хочу вас предупредить чтобы потом вы меня не ругали когда вы сайт наполните постами записями с кучей картинок и потом например мы с вами будем проверять сайт на скорость загрузки в интернете то есть например через page speed google когда наш сайт будет находиться на хостинге скорее всего при всем при этом ругаться будет этот сервис что у нас картинки не оптимизированы поэтому заранее предупреждаю это я не знаю честно говоря чем связано но я не совсем доверяю всем этим сервисом что они работают некорректно в плане изображений потому что у меня была ситуация когда я свой сайт оптимизировал картинки все и у меня page speed показывал сто процентов зелененьким светился что у меня ну сто процентов отвечает скорости загрузки сайта как это должно было быть и я так и действовал ничего не менял но потом что-то произошло может быть поменялись алгоритмы этого сервиса он стал ругаться на те же самые картинки говоря о том что они не оптимизированы и после этого я не доверяю этим сервисом и считаю что они работают неправильно возможно я ошибаюсь но вы извините меня мы с вами во первых ужали изображение на фотошопе потом мы прогнали через тени png сделали целую операцию по оптимизации и все равно они тяжелые поэтому будьте здесь как бы внимательны если вы будете ну как бы следить вот за такими вещами и абсолютно слушаться page speed то вам придется искать какой-то другой сервис по оптимизации изображений или на фотошопе как-то еще более жестко их ужимать чтобы page speed или аналогичные сервисы не ругались на эти изображения то есть здесь есть вот такой нюанс возвращаемся к теме урока у нас сегодня знакомство именно записями как они публикуются как назначаются рубрики и выводится на сайте то есть вот у нас слева панель записи кликаем сюда здесь у вас будет только привет мир да у меня демо записи здесь есть ну вот пример мир вы сможете удалить это тестовая запись до который автоматически создается вместе с wordpress он наводим на нее мыши просто вот здесь вот ссылка удалить соответственно добавляем новую запись вот здесь вот по кнопке да ну из фронтальной части сайта у нас здесь есть такая навигашка если вам будет удобно здесь вот есть добавить запись медиафайл страницу и так далее вообще тема большая придется разбивать и на несколько здесь уроков давайте пробежимся базовые в этом уроке нажимаем на счет с вами добавить новую как я вам и говорил мы заголовок вот сюда вот в первую очередь подгоняем через сервис wordstat яндекса если мы не можем подобрать ключевой запрос то используем релевантный запрос нашей статьи то есть не 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 запрос а релевантный заголовок я пишу демо запись заголовок ну вам я не знаю просто какой пример привести на любой абсолютно например давайте компьютерная железка до видеокарта geforce gtx 1080 это ее заголовок ну там еще мог быть какие-то цифры там производитель палит там или гигабайт и так далее то есть я считается к заголовок это пишется все в этом поле заголовок не должен быть слишком длинный до 70 по моему знаков включая пробелы но здесь ничего страшного если будет чуть длиннее поисковики все равно обрезают длинные заголовки и ставят многоточие смотрите далее изображение то есть главное изображение для записи для статьи вообще я привык загружать прямо сюда вот у нас в здесь ниже редактор где мы размещаем наш текст и все вообще все что связано запись размещается здесь лучше всего использовать вот здесь внизу здесь есть изображение записи то есть этот блок говорит о в 100 вступительной записи то есть анонсе изображение для анонса тут уже зависит от темы которые вы будете использовать у дорогой темы у коммерческой или у качественно бесплатные темы эти все вещи продуманы и изображение записи будет смотреться довольно таки интересно и с точки зрения seo говорится что лучшее изображение первое изображение включить вступительные до для анонса нужно загружать вот сюда давайте это сделаем установить изображение записи кликом открывается у нас медиа менеджер здесь у нас будут тестовое изображение как подготовить изображение я говорил в прошлом уроке выбираем изображение ну вот эти три изображения которые рядом это стандартное изображение которые шли вместе с wordpress у вас скорее всего они тоже будут я возьму вот это например изображение а это еще не все смотреть мы просто мышкой по нему кликаем выделяя его да у нас вот здесь вот есть справа такие настроечки заголовок подпись подпись но смотрите я просто напишу подпись чтобы вы потом понимали где этот отображается если нужно прям под изображением что был какой-то текст для людей на странице на вашей то здесь мы пишем под картинкой до заголовок соответственно здесь а пишется заголовок ваши статьи по-русски можно вам писать вот здесь вот спокойненько и два полю смотрите обязательных заполнению это уже seal атрибут alt это атрибут для изображений здесь можно тоже по-русски написать заголовок ваши статьи и описание из вашего текста описание желательно тоже заполнить вот это описание тоже для поисковых систем для seo обязательно заполняем то есть у меня это дему запись если по каким-то причинам нет описи описание к статей значит мы подублируем сюда ну это поле вот это описание в принципе можно пропустить alt обязательно заполняем это еще не все настройки в мире в медиа менеджере мы с вами еще сюда вернемся но на данный момент пока оставляем здесь кстати сразу показано данные размеры изображения по весу да и разрешение изображения есть ссылка редактировать об этом также позже поговорим нажимаем вот на эту синюю кнопку в углу установить изображение записи на у нас она вот здесь вот так выглядит дальше нам нужно разместить текст для анонса да опять же можно разместить его здесь и нажать вот на этот тег далее разрыв страницы да но а лучше вставлять вот в такое поле отрывок у вас она здесь может не отображаться вы кликайте вот сюда вверху настройки экрана и здесь вы можете отключить или включить то что вам необходимо то что вы будете использовать также можно разбить на 12 столбца видим здесь исчезает у нас все в один столбец это не очень удобно все что вам как для новичку здесь может потребоваться то есть вот ярлык автора это мы не берем формат еще поговорим о рубрике поговорим метки тоже и вот смотрите у вас отрывок вот галочку если мы снимаем то вот здесь отрывок внизу видите не появляется вы его здесь включаете потом эти окна их можно переместить для удобства где вам это будет удобнее просто зацепляем левой кнопкой мыши за шапку окна и тянем вот видите например вот сюда вот вверх если вступительный текст вам удобнее будет размещать вот здесь вот рядом с основным редактором до куда мы все помещать будем то оставляем его здесь в принципе давайте вот это оставим а я беру просто произвольный вступительный текст что мы делаем дальше дальше я продублирую вот здесь ставлю курсор и продублирует текст посмотрим как она будет именно в этой теме я не знаю с чем это связано по идее автоматически должен быть радмор то есть радмор это разрыв статьи когда мы разрываем статью у нас делится статья на анонс и полную статью то есть другими словами анонс записи и полная развернутая запись то есть анон записи это часть текста с главным изображением да все остальные картинки тексты идут только в развернутой записи то есть когда человек нажмет на кнопку дальше или подробнее вот ну давайте пока вот так вот оставим и нажмем с вами опубликовать но перед этим нам нужно выбрать с вами рубрику она находится это окно примерно у всех одинаково вот здесь мы с вами прошлых уроках создавали видео книги музыка я просто беру на бум рубрику туда куда относится данная статья причем мы можем одновременно выбрать хоть все хоть несколько если это запись относится к нескольким рубрикам и другими словами категории да здесь у нас все рубрики если их очень много мы можем переключиться чтобы показывать столько часто используемые и мы можем добавить новую рубрику прямо отсюда создать новую дальше не забываем метки проставлять желательно метки обычно идут ключевые слова из вашего прямого вхождения вашего заголовка но можно взять из описания какие-то метки то есть мы ставим например метку нажимаем добавить или можем несколько поставить меток разделяя запятой и нажать добавить и одновременно добавится несколько меток также вот здесь метки будут отображаться и по клику по крестику метку можно удалить если вдруг мы неправильно как-то записали или решили не использовать данную метку то есть обязательно хотя бы десяток меток здесь по ключевым вашим словам нужно использовать и возьму запись еще вот смотрите мы не все сами рассмотрели мы с вами еще это рассмотрим следующих уроках сейчас мы с вами нажимаем то есть мы выбрали все музыка рубрика нажимаем здесь носить кнопку опубликовать дальше кликаем записи в принципе вот она демо запись переходим с вами на фронтальную часть нашего сайта кликаем на главную вот она демо запись в этом шаблоне видите как это все смотрится именно превью записи у нас с вами идет текст сначала с заголовком они картинка потом идет вот это превью причем чем хороша превью смотрите если мы с вами изображение превьюшки бы вставили именно вот здесь в редакторе то само изображение скорее всего не будет являться ссылкой видите я при наведении на изображение она во первых меняет такой эффект цвет во вторых эта ссылка то есть это хорошо это удобно чтобы человек мог и по заголовку попасть в саму запись и по картинке вот и разрыва у нас с вами нету видим что нижний текст также отображается нам нужно сделать разрыв страницы до получается если у нас вот это вступительный текст то разрыв нам делать нужно в самом верху значит мы ставим чтобы курсор мигал здесь и нажимаем вот здесь в редакторе видите по-русски написано вставить так далее вставляем и вот здесь он выглядит вот таким образом пунктирные линии и слова more здесь есть в редакторе такая вкладка текст если мы сюда кликнем это у нас html редактор вот он здесь выглядит вот так вот видите мор здесь даже можно поставить курсор после стрелочки вот этой вот и нажать enter чтобы текст был все-таки с новой строки переходим на вкладку визуально то есть вот так это выглядит нажимаем еще раз обновить идем на сайт нажимаем главное заголовок текст картиночка и вот тут у нас появляется читать дальше и также здесь у нас показано информацию записи дата создания рубрика и так далее кликнем почитать дальше перейдем статью по картинке также попадем внутрь и по заголовку по картинке давать кликнем то есть смотрите если мы с вами бы вставляли вот сюда в редактор изображения и нам нужно чтобы она была ссылка нам придется каждый раз вручную проставлять ссылку на полную запись а если мы изображение вставляем вот здесь вот да кстати его тоже можно поднять вот так выше если неудобно что это находится внизу то есть можно распределить блоки максимально удобно как вам это видится по сути это только начало объяснение как пользоваться записями что тут нужно учитывать что нужно делать чтобы все у нас было правильно обязательно мы продолжим с вами следующем уроке сейчас мы ставим паузу здесь есть о чем поговорить надеюсь для вас урок был интересным и полезным и мы увидимся с вами в следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлена еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь